Члены правительства отчитались перед парламентом о подготовке к осенне-зимнему периоду. По данным Кабмина, готовность к зиме почти стопроцентная. Верных отключений чиновники не прогнозируют, а запасы твердого топлива достаточны. Подробности в материале нашего парламентского корреспондента Заремы Мусаевой. Говоря о готовности к зиме, премьер-министр Теймир Сарив заявил, что впервые за последние годы удалось качественно и своевременно подготовиться к отопительному сезону. Сегодня можно с уверенностью сказать, что энергосистема готова к работе в часы максимальных нагрузок в зимнее время. К примеру, в Бишкеке тепло было подано 20 октября, не дожидаясь понижения температуры. Это было сделано для того, чтобы избежать резкого роста потребления электроэнергии. На сегодняшний день все потребители тепла медицинские учреждения, детские сады, школы, вузы и жилые дома подключены к системе централизованного отопления. Сарив также отметил, что ТЭЦы, Бишкека и Аша готовы для успешного прохождения отопительного периода. Запас угля на теплоэлектроцентрале столицы составляет 273 тысячи тонн, что в два раза превышает объем прошлого года. Отвечая на вопросы депутатов, премьер выразил надежду, что к концу 2017 года страна сможет полностью обеспечивать себя углем. Для разработки месторождения Каракече проведут международный тендер. Мы уже заявляли, что намерены построить там ТЭЦ и запустить железнодорожную ветку Каракече-Балакчи. Депутат Челпон Султанбекова поинтересовалась, не повторятся ли в этом году проблемы с нехваткой электроэнергии и отключением газа, на что чиновники пообещали выйти из зимы своими силами. Есть все основания говорить, что мы сможем пройти этот отопительный сезон собственными силами, но если вдруг будут резкие холода и будет возникать дефицит, у нас есть всегда возможность, частично как резервный вариант, закупить в Казахстане, но мы надеемся, что этого не произойдет в этом году. Веерных отключений света этой зимой не будет, заявил советник премьер-министра Куанч Пектур Дубаев. Однако пока объем Токтагульского водохранилища не достигнет 19 миллиардов кубометров, могут быть проблемы с электроэнергией. Кабмин также отчитался о проделанной работе после землетрясения в Оршской области. На место стихийного бедствия был отправлен 231 комплект палаток на 10,30 мест. Также собрано 200 контейнеров, они сейчас обустраиваются для зимних погодных условий, сказал глава Кабмина. Он отметил, что открыт специальный счет МЧС, на который уже перечислено более 4 миллионов суммов. В итоге парламент принял к сведению отчет правительства.